Выправка стать и не по-детски серьезный взгляд, а ответственную миссию нести вахту памяти доверили девятикласснику Виктору Гамзову. Для молодого человека это еще и подготовка к параду победы. 9 мая Виктор пройдет по площади Куйбышева в составе бессмертного полка. В руках будет нести фотографию прадеда, воевавшего на Ленинградском фронте и помогавшего эвакуировать людей из блокадного Ленинграда. Память и история для этих ребят не просто слова. Нынешнему поколению нужно, чтобы прежде всего знать историю, знать, что их деды и прадеды воевали, чтобы сейчас они смогли жить, чтобы эту историю сейчас не могли как-то перевернуть, изменить, чтобы всегда знали, как оно было на самом деле. С волнением и трепетом школьники несут цветы к двум мемориальным доскам. На мраморе первой высечены имена выпускников и учителей 6-й Самарской школы, которые погибли на фронтах Великой Отечественной. Вторая посвящена герою Советского Союза, выпускнику школы, летчику Вадиму Фадееву. Он погиб, выполняя боевое задание в небе, 5 мая 1943 года. В 6-й школе помнят имя каждого героя. Ребята ходят в музей на первый урок своей жизни и на последний урок и гордятся теми именами, которые запечатлены навсегда в музее школы. И это имеет огромный воспитательный момент, потому что это не какие-то абстрактные люди, это люди, которые учились в той же школе. Директор школьного музея Мея Васильевна Климова не по учебникам может рассказать о войне, знает, как тяжело приходилось в те годы. Когда ей было 8 лет, началась война. Интерес нового поколения к истории вдохновляет на трудовые подвиги. После экскурсии, которые мы с ребятами проводим, некоторые очень часто говорят, нам не хочется уходить, мы бы тут так бы и сидели, и ходили, и все смотрели. Десятки рисунков, участие в патриотических акциях, конкурсе песен о войне, чтение стихов. Они отдали жизни, чтобы мир продолжался. Вступала весна, было пение птиц. Современные школьники стараются стать достойными своих дедов, достойными героев, подаривших им мирное небо над головой. Марина Кравцова, Павел Просняков, События.